Хватит портить зелень, причем это многие не умеют ее правильно резать. И по итогу все полезные свойства витамина остаются здесь, на доске. И когда вы добавляете зелень в блюдо, от нее никакого толку. Ну, может, легкий аромат. Поэтому научитесь правильно ее резать, и все полезные свойства останутся в блюде. Для того, чтобы правильно порезать зелень, вам для начала нужен острый нож. Тупым ножом вы, к сожалению, выдавите весь сок из зелени, и никакого смысла в этом уже не будет. В следующем шаге вам необходимо хорошенько промыть зелень. Желательно даже замочить ее в растворе уксуса, либо соды. А потом тщательно просушить. Мокрая зелень будет плохо резаться, и у вас получится просто каша. Затем возьмите небольшой пучок зелени. Не берите большую охапку, вы не сможете порезать ее за один раз. Затем продольными движениями, что очень важно, режете зелень. Касаетесь лезвием ножа в пальцах и делаете продольную. Не вот так вот, это мы рубим зелень. Понимаете? А нужно делать продольные движения, вот так. Просто постарайтесь научиться тереть лезвие о палец. У меня выступает указательный средний палец за защиту всей руки и остальных пальцев, поэтому просто натренируйтесь вот так вот делать. Ну, если вы еще не умеете. И затем постепенно, мелко-мелко-мелко нарезайте зелень. Продольными движениями из зелени не будет выходить сок, что очень важно. Вы смотрите вообще? Теперь посмотрите сюда. У вас получается хорошо нарезанная зелень, при этом доска осталась белой, не зеленой. А это, между прочим, очень важно, потому что мы сохранили все витамины и микроэлементы в зелени, а не выдавили все на доску. Поэтому салаты получатся у вас намного вкуснее и полезнее. А если вы хотите добавить зелень в горячие блюда, то дождитесь, пока оно остынет, хотя бы до градусов 70, лучше 60. И тогда добавляйте зелень и перемешивайте. Это касается и горячих супов, и рагу, и заливных, и все, что вы готовите. Добавляйте зелень в самом конце. И напоследок, если вы увидели, что кто-то делает вот так вот, то это совершенно неправильно, потому что все равно выдавливается из нее сок. И по итогу получается вот такое зеленое пятно. Готовьте с умом и пользуйтесь. Чао!